книга открытым оком тема священства том 28 вопрос 3978 современные беспоповцы ищут ли для себя священство или незыблемо остаются в расколе отвечает игнатий тихонович лапкин редко но встречаются заметки маленькие подвижки цитата ваше при освящении шества при освященнейший владыка даниил с троекратным землекасательным поклоном к вам и спрашивая от вас благословения и святых молитв пред богом единоверцы урала наша община старообрядцев беспоповцев часовенного согласия в количестве более 200 человек приняла православие в 1995 году с большим вниманием и терпением мы наблюдаем за переговорами русской православной и русской зарубежной церквей в ожидании соединения двух ветвей никогда одной церкви как сказано в писании все что добро или что красно но я же житие братья и в купе осемь бога господь обещал живот вечный антифоны восьмого гласа единоверцы всей россии молятся о том чтобы господь объединил их под епископским амафором а также просят бога чтобы господь помог совершить дело объединение церквей сами никогда пережив состояние отрешенности о церкви будучи старообрядцами беспоповцами скорбим о разделении наших церквей для нас необычайно важен ваш духовный опыт в руководстве единоверческой пасты он мог бы стать началом и фундаментом объединения единоверческих подвигов единоверческих приходов россии нас очень насторожило ваше обращение к пасты православной церкви за границей и смутила его политизированная направленность строки обращения не несут себе всепрощающей христианской любви а уклоняются в политический торг разве могут стать выше церковного единства какие-то политические выгоды свое время старообрядцы были гонимы и бесправны в своем отечестве и все это нам пришлось оставить позади ради мира и единства с православной церковью хотя был соблазн вспомнить старое и вступить в компромиссные переговоры тяжело но необходимо было забыть притеснения и обиды наших предков и ради спасения душ многих старообрядцев господь исподобил по великой своей милости вернуться в лоно матери церкви и восстановить единство с ней а мы так все надеялись в тайне что живет где-то в граде или единоверческий архиепископ и будет у нас одноверцев россии свой епископ для духовного совета и окорбления мы будем молиться и дальше одарование мира церквам чтобы господь уврачевал все нестроения и хранить надежду на объединение не только русской и зарубежной церквей но и всех единоверцев простите если что не так единоверцы урала и рей леонтий с прихожанами 2 ездры 5 40 и сказал им неемия чтобы они не участвовали в святынях доколе не восстанет первосвященник обличенные в урим и путим иоанна 6 53 иисус же сказал им истина истина говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни к еврейской теме вышел не случайно карпел над ней сверялся по крупицам известное одно с другим свечаю а тайне той не уставал молиться и высветились до конца времен страдания еврейства их судьбина бесчетно раз разбит народ пленен но выживал как мамонтовы битни бивни избранием кичаться и поныне что иегова приоткрылся им в тысячелетия бог изредка поднимет и возрождался вновь иерусалим вот робу жадином банкиром олигархом проклятья рассыплются вблизи издалека в их гроб обиженные любят с кровью харкать рыбешек в зоб сбивает пеликан на отвержение христа придет антихрист смятение и голод от печати жидовский шиш вселенский чирий мучения вечного язвительный начаток но мы не избраны как отбросы гои сподобились уверовать в христа ему последовать князья из дикой гули чтобы воскресенье навек пред ним предстать да не забудем к нам через евреев достиг глагол избранников пророков мы им обязаны то отрицать не смеем и благодарность к тем погасит ропот сегодняшних евреев не сравнить они жестоковыне вчерашних их били жгли пускали на распыл то рейх то коммунизм гулаг их трахал владыка небо сжалься и помилуй остаток ненависти выжги и упрямства друг друга гнали резали и били любовью осени чтоб в злобе не захряснуть 5 мая 2008 года Игнатий Лапкин дикой 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 Продолжение следует...